В рамках национального проекта есть проект Агростартап, в этом году мы 22 таких проекта отобрали, от 3 до 4 миллионов достаточно легко заявиться, получить для того, чтобы просто начать свое маленькое дело. Эта программа будет продолжаться, и если будет большой спрос, мы готовы ее расширять, в том числе за счет нашего областного бюджета. Это не такие большие деньги. Второе, всегда возникает вопрос, как продать свою продукцию. И я думаю, что здесь как раз мы должны усилить роль наших сельскохозяйственных кооперативов. Кооператив должен быть гарантом приобретения продукции, если у фермера нет желания самостоятельно ее продавать. При этом кооперативы должны быть не только закупать продукцию, но и иметь возможность ее перерабатывать. Именно поэтому мы тоже обсуждаем новые формы поддержки существующих сельскохозяйственных кооперативов, для того, чтобы можно было перерабатывать эту продукцию. Ну и третье направление – это образование. Потому что всегда на селе нужно знать, как обращаться, какие технологии современные существуют. И здесь мы совместно с нашим сельскохозяйственным университетом Северного за Урале проводим разные курсы, школы. И готовы их увеличивать и финансировать для того, чтобы всех желающих заняться фермерством, сельским предпринимательством, дать им все необходимые базовые знания и сопровождать в процессе их реализации. Именно такой смысл я в эту идею закладывал. И как раз на недавнем совместном институционном совете уже такое первое приближение этой программы нам рассказывали. И в первом февраля программа уже будет иметь какой-то такой структурированный вид с мероприятиями, с планами, с финансовой оценкой. И мы ее представим.